Такого раньше никто не делал? Не знаю, ну я нет. Вот это качество, когда начинает пакет присадок выпадать. Ах, сокроволь. Карамель, карамель, карамель. Да, запах карамеля. Вот уже как раз эмульсия пошла. Реально уже резинка заминается. До этого момента я в прошлый раз просто улыбался. Нашли общий язык, он достучался до меня. Пролюбили тупо. А, да, искры. Это уже просто. Я пошел открывать ок. Друзья, сейчас будет пауза, потому что я охреневший от дыма. Друзья, всем привет. Сегодня история про то, как настойчивость одного человека удивила по результату не только меня, но и всю нашу команду. И я больше чем уверен, что в конце видео оно поразит и вас. Друзья, сейчас объясню, что происходит. Есть такая штука, как политрон. Я ранее с ней не знаком. И сейчас будут мне показывать технический язык Олег. Да, Олег мне объяснил техническим языком, что это такое. И вот мы сейчас попробуем понять, насколько это действительно правда. Нашли общий язык, он достучался до меня. И сейчас будет интересно. Производитель заявляет, цитирую, Политрон значительно увеличивает срок службы вашего оборудования, сокращает эксплуатационные расходы и время простое. Ну, на самом деле, к этому мы еще вернемся. А я простыми словами объясню, что Политрон это некая технологическая жидкость, которая заливается в масло. И при помощи этого увеличивается срок службы самого двигателя. И, естественно, лучше становится само масло. Но на самом деле, вот таких вот присадок, добавок, продуктов, я в своей жизни видел уже дофига большой вагон и маленькая тележка. И мне вот такая вот хрень особо не влазит, потому что времени нет, и я на это не ведусь. Но когда Олег сказал, что у него есть прибор, и он сможет доказать, вот здесь вектор внимания перевелся именно на него. И мы дали действительно ему то время, о котором он попросил. Короче, чувак просто пришел в офис и говорит, дай мне две минуты. Я нацепись говорю, хорошо, давай, две минуты. Когда начинаются слова, что вот оно там все класс, у нас там звезды и все такое. Я говорю, слушай, не надо мне лепить. Когда Олег сказал, что у него есть станок, я говорю, хорошо, тараканим сюда. Единственное, что спросил, а могу ли я снимать? И мы не подготовлены абсолютно вот... С чистого листа. Да, с чистого листа. И вот сейчас нас пытаются удивлять, и пока... Не удивлять, не в коем случае удивлять. Хорошо, показывать, доказывать, что эта штука имеет право на существование. Друзья, на самом деле, это наша уже вторая встреча, потому что для того, чтобы записать качественный материал, просто был офигенно здоровый брак по звуку. Но в видео точно должен быть звук. Видео может быть не очень хорошим. Но звук точно должен быть хорошим. Сегодня он будет нормальный. И мы сейчас воссоздадим первую встречу. Я, конечно, не передам ту эмоцию, которая у меня была. Вот с такими глазами. Но я обещаю, что после просмотра и увиденного, хотя такое где-то уже видели, украинская версия того, что вы видели, очередное доказательство. Олег? Я предлагаю начать с того, о чем политрон вообще. То есть мы берем вот ролик, который будем стирать, вставлять вот сюда. Вот динаметрический ключ. Вот его гнездо. Я его зажимаю. И будем тереть. На всякий случай здесь стоит новый ролик с шарика подшипника. А тот, который не шариковый, а тот, который роликовый. Роликовый, да. Тот, который широкий, чтобы было понятно. А почему подшипник? Потому что там металл. И здесь обоймочка вот вращается. И я предлагаю Николаю Николаевичу сейчас попробовать плавненько заходить по сухой. То есть вы видели, поверхность полностью полированная. И Николай Николаевич медленно делает подачу до остановки. А я выключу. Пока. Почему, потом расскажу. Сейчас пробуем. Вот здесь сухой, вот здесь сухой. Включаем. И полетели. Вот сейчас стоит. Рассказывайте, что сейчас. Вот сейчас у нас до клина. Вот сейчас будет заклинивание. Вот видите, вот в короткое замыкание ушло. Видите? На сколько, на сколько, на сколько. Еще раз. Еще раз давай. На троечке где-то сорвалось. Да, двоечка, троечка. Ну, в смысле вот здесь, а сюда пришло. А не, не, это ток. А вот нагрузка в районе двоечки была. На камере, которая близко на... Ах! Запах паленого металла. Так, я думаю, видно, что произошло. Произошло то, что должно произойти. То есть, металл здесь вытерся и здесь. Ну, то есть, нормальное пятно контакта для сухого металла, для пары трения. Да? Важно сейчас, обращайте внимание, какая была нагрузка на динамометрическом ключе, какая нагрузка была на самом приборе и сколько оно сожрало. Масло работает как? Вот, ну, я попытаюсь так вот сейчас нарисовать график. Вот, где-то как-то так. Это примерно 5000, то есть половина пробега. Это полный пакет в масле присадок, который там обеспечивает определенное качество, определенные свойства. В ходе работы, перегрева, износа, всевозможных химических процессов, масло начинает терять свой пакет присадок и свои, естественно, свойства смазывающие. Основное, то есть, задача его смазка и охлаждение. То есть, что происходит? То есть, примерно до 5000 масло остается в неком таком пороге работоспособности. Вот это качество, когда начинает пакет присадок выпадать, причем он, видите, в конце лавинообразно выпадает. И, по сути, там последние тысяча-полторы, ну, ездит на почти чистом масле, где пакет присадок практически не так работает, как надо. Но я вам скажу так, вот так вот качество идет, с полиэтроном масло будет себя чувствовать вот как-то вот так. Падение, выпадение пакета присадок будет более плавным. И за счет этого, в принципе, есть возможность увеличивать интервал замены масла. Это, кроме всех остальных, но это вот самое главное, так сказать, преимущество полиэтрона по отношению к другим аналогам. И я предлагаю сейчас показать разницу. Я возьму полиэтрон PL, penetrating lubricant. это проникающая смазка с какими-то необычными свойствами. В чем они необычные? Давай, Николай Николаевич, посмотрим. Не, я потом брызну. То есть сейчас, вот смотрите, вы когда давили, помните, сначала сильно слабо-слабо начинается так, ну, с задерживания, звук, звук, а потом лавинообразно, и оно до клина. Да. И вот я вот этот первый этап пропускаю, а когда уже начнется, вот мы чувствуем, что скоро лавинообразно, я тогда брызгаю, а зрителю, если можно, обратите внимание на ток. Ток показывает сопротивление, то есть трение. Я надеюсь, что это будет. Короче, парни, смотрите сюда, и когда будет брызгаться. Я правильно понял? Да. Окей. Я присяду, чтобы было удобно. Вот начинает загрызать, да? Видите, ток упал, да? И нагрузка, нагрузка. Вот сюда надо тоже смотреть. Ну, я вам скажу еще такой момент, тактильное ощущение. Николай Николаевич это чувствует. Если уже рука болит. Ну, я же по-честному. То есть длительность этого действия в каком-то реальном времени, это не на всю жизнь, но для механиков это понятно. Все, вот это уже... Вот в районе 12 единиц нагрузка. А дальше уже ограничитель стоит. Николай Николаевич, вот поверхность, о чем я говорил. Она теперь стала, я понял. Сейчас она стала зеркальной. Я теперь вот второй раз и понимаю, куда смотреть. В прошлый раз я уже понял разницу. Она была вся погрызанная. И такая с задирами. Сейчас она идет вот такая, как бы зеркально ровная, что ли. Ну, короче, отполированная, назовем ее так. Да, в принципе, это процесс полировки такой своеобразный. Ну, в принципе, я показал, как работает спрей. Это только спрей. И какие возможности. То есть чисто, чисто гипотетически можно взять вот эту бутылочку спрея, набрызгать в масло, и оно уже будет работать. Маленькая концентрация. Для этого надо покупать, если у вас там один двигатель, вот такое вот количество. Здесь меньше полулитра, 473 миллилитра, это полкварты. Это, в принципе, на 4-5,5 литра моторного масла. Это все-таки больше. А здесь принцип того, что там, в принципе, нифига не было и просто брызнули. Все, понял. Да, да. То есть это аналог ВД и расширяется функционал, ну, вот все вообще принятые ВДшки. То есть совершенно новые свойства дают. Я езжу на этом масле. Я, короче, кто знает, куда смотреть, тот поймет, но мы типа заклеили, что за масло, но пролюбили тупо. Ладно, пусть. Тут две трети. Прекрасный, чудесный напиток. Так, есть у нас синтетика 5.30, проверенная, хорошая маслица. Да, то есть сейчас повторяем, в принципе, опыт. Я беру новый неиспользованный ролик. Не так. Вот так показываем новый неиспользованный ролик. То есть он без задиры. На всякий случай я сейчас покажу тот, который уже использованный. Вот он уже с... Как это называется? С результатами экспериментов. С результатами экспериментов. Вот этот вот проворачиваю, показываю, что он везде целый. Вставляем вот сюда гнездо и фиксируем. Есть у нас масло, которое, в принципе, практически плюс-минус все с одного ведра, с одной цистерны. Я понимаю, что масло вот здесь будет одно и то же. Я предлагаю налить сюда. Вот там меточка будет, я скажу, когда. Короче, я наливаю, вы скажите. Да, я вам скажу, Николай Николаевич. Еще немножко. Еще, 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 еще. Вот, достаточно. Что, пацаны, ваше здоровье? Хотел стебануться, ладно, так. О, здесь, чтобы мы не перевернули его случайно. Значит, я сейчас покажу. Я найду на всякий случай, у меня уже есть понимание того, что он... Хотя нет, это масло, оно не будет. Это масло не будет, да. Не увязко. Вот видно, да? Маслица тянется. И когда мы будем давить, в принципе, масляный клин уходит. Остается, то есть, та способность масла, остаточного слоя, защитить от износа. Пару трений. Смотрите теперь снова на стрелочку сюда и на стрелочку сюда. Важен момент, когда будет срыв, когда будет клин. То есть, надо понять момент, где вот этот вот клин происходит при разных нагрузках в моторе. Вот сейчас важны вот эти значения. Почему, потом расскажу. Включаем, полетели. Да. Я фиксирую, то есть, чтобы одна дорожка у нас была. Я придумал, а теперь другой рукой. Короче, делаем то же самое. В районе троечки. В районе троечки. Сейчас я протру. До этого момента я в прошлый раз просто улыбался. Давай, рассказывай мне, рассказывай. Вот шероховатость, вот пятно износа. Я думаю, на камеру будет видно, вот так надо показать пятно износа. Вот его видно. То есть, оно... Нет, так стоп, секундочку. Здесь пятно износа меньше, нежели там. А это от времени. Мы как быстро заходим. То есть, мы можем медленнее заходить? Нет, вопрос не в том. Сейчас. Да, держу. Вот пятно износа на сухую, вот это, вот это с маслом. То есть, по факту... Там дольше заходи. Когда дольше подачи, она больше выбирает металла. Все очень просто. Нафига масло в двигателе, если оно и так... А, температура. Момент. Да, идем дальше. Окей. Вот эту штуку, это то, что я сейчас заливаю пацанам в машины. Значит, как мы запускаем? Сейчас повторяем этот же самый тест. Нагрузочка идет. И вот тот момент, как мы наделали со спреем. Мы понимаем, что начинает нагрузочка возрастать. И ток, и шум. Я в тот момент добавляю полиатрон. В принципе, о чем-то говорит. Насколько он быстродейственный еще я хочу показать. Я хочу вот показать в опыте. В принципе, тот, кто хочет сейчас понять, насколько он эффективен, он поймет по скорости реакции. Я понял. По сравнению с другими продуктами, этот работает несколько быстрее, нежели остальной. Для остальных, например, для... Не буду говорить, чего нужно. Для блокирующих технологий. Да. Вот это вот понятие для вас новое, я понимаю. Нужно некоторое время, чтобы оно заработало. Здесь целью продукта, оно работает быстрее. Включаем. Я запускаю вот этот продукт на срыв. И вот сейчас где-то оно должно... Вот начинает подниматься. А теперь я понимаю, что оно смотреть вот сюда и туда. То есть здесь уже работает смесь масла и полиатрона. И вот его эффективность. Вы видели, в принципе, топ не поднимается. Практически нагрузка уже в три раза больше клина. Чуть-чуть поднялась, вот по току видно, да? Ну, я так понимаю, я уже уперся, да? Еще чуть-чуть можете додавить, Николай Николаевич. Вот, 12. Четыре раза больше нагрузка. Реально уже резинка заминается. Да. И самое главное, клина нету. Хотя клин не самое главное в машине. Машина ездит до клина, правильно? То есть она должна жить. Но самое главное, что мы сейчас получим с пятном контакта. Да. Да. Рука. Я руки. Я думал, что вот так будет меньше больно. Нифига. Вот, показывайте, пожалуйста. Ага, понял. Ну, как бы... То есть задиры ушли? Задиры ушли, но стало практически зеркальное полированное. И под какой нагрузкой? Явно запредельная нагрузка. Понятно, да? То есть масло до троечки держит? Здесь важный момент. То есть, друзья, надо понимать, что таких нагрузок в двигателе не будет даже в спортивном. Не, хотя если вот те, которые жрут 17 литровый танол на километр, там может быть и есть такая нагрузка, но я сомневаюсь. Пиковая. Я к тому, что даже в танке не будет такой нагрузки. Да. То есть я технически понимаю... Танковое масло так же само заточено даже на меньшую нагрузку. Итак, классический вопрос. Что такое политрон? Политрон – это масло. Это масло, в котором усилены межмолекулярные связи. В политроне отсутствуют какие-либо другие включения, там минералы, тефлоны, силиконы или еще какие-то новшества, там фуллерены, молибдены. Смогли достичь такого результата после применения определенной технологии. Масло политрона становится более, так скажем, оно лучше держит масляный клин. Суть масла любого – масляный клин. То есть даже более тонкий слой масла лучше защищает в паре трения металл от износа. Для зрителя очень коротко, что сейчас происходит. Вот сейчас поставили новое пятно, ну в смысле новую поверхность для того, чтобы увидеть пятно контакта, какое будет с политроном при той же нагрузке, когда у нас был клин, когда у нас был вот это задел. Чистое масло. Чистое, чистое масло. То есть сейчас сравниваем чистое масло с политроном и насколько сожрет металл. Я правильно понимаю? Да, да. Пробину за такое же время. Со второго раза доходит очень хорошо. Дети, учитесь в школе. Помогает жизни. Плавненько просто заходи. Не спеши, не спеши. Я скажу. Вот вы троечку проходите, да? Ток практически холостой. Там на две десятых где-то больше. Вот сейчас моделируем ту же нагрузку, нет, нагрузка больше, нежели была в двигателе стандартной. То есть 4 килограмма на запчасть, с учетом того, что 3 идет в клин, это больше, чем было. И сейчас нужно показать пятно износа изначально, какое оно будет. То есть именно речь идет о ресурсе. Я верно понимаю? О сути политрона. Ресурс. То есть вся экономика, все это устроено. Зачем политрон применяется? Ресурс любого механизма. Увеличить в разы. Вот это по сути сейчас нам должно показать, насколько уменьшается пятно износа. То есть меньше стерлось, больше ресурс двигателя, больше ресурс механизма, там насоса или еще какого-либо механизма. Ну, когда посчитаете нужным, остановите. Вот полминуты, давай еще 10 секунд. Вот. По-честному, еще 10 секунд. Рука болит. Сорик. Хорошо, 10 секунд. Все. Окей. Все, уже пришло. А вы еще 5 секунд. Хорошо, прошло. Ладно. Прошло. Окей. И вот теперь пятно контакта, я предполагаю, что оно будет видно, то, какое оно есть при большей нагрузке, но с использованием вот этой, даже не добавкой, это масло. Это технологическая жидкость. Давайте назовем правильно. Технологическая жидкость, это то, что заливает в коробки передач. Технологическая жидкость, но она подразумевает, почему я сейчас объясню, называю технологической жидкостью. В ней нету дополнительных каких-то включений тефлона, молибдена, фуллерена, минералов, силикона или еще каких-то новых веществ. То есть это, по сути, масло. Масло, только оно специально технологически обработано. Ну, по ноу-хау. Чисто фирма, компания имеет свой ноу-хау. И в таком, после обработки масло такие невероятные свойства приобретает, которые позволяют получить, ну, и невероятные, в принципе, результаты. Я думаю, что надо сказать, чем отличается политрон от аналогов на рынке. То есть политрон не содержит молибден, политрон не содержит фуллерен, не содержит минералы тертые, там, так скажем, мелкофракционные, не содержит сложные кислоты, там, тефлоны или, если возможно, там, новые какие-то вещества. Задача таких веществ образовать на металле в паре трения слой защитный, который будет позволять иметь меньше коэффициент трения и за счет этого получать какие-то определенные свои свойства. Политрон работает прежде всего с маслом и с металлом. То есть у нас в этой паре трения не получается, не добавляется какой-то некий третий элемент. А вода у нас есть? Да, найдем. Вон, я беру. Хорошо. Вода. А, вот, вода, чтобы как-то так было, чтобы не рекламировать эти. Можно и сладкую взять. Давай будет эффектней. Сладкая вода. Туда. Ну, сахар, сахар же обычно проблемы вызывает. Сахар вызывает проблемы? Он, когда, ну, в принципе, если сахар, знаешь, как друг другу водители мстят? Засыпают сахар в дизель. Ну, в топливо, да, но топливо. В топливо это одно дело, там другое. А в дизель, он же растворяется, карамель, пока горячий, нормально. А потом встал, схватил кладыш, а ты даже стартера можешь не провернуть. Это мстя такая мстивая. Стопэ, сахар есть. Давай чай. Такого раньше никто не делал? Не знаю, ну я нет. Окей, добавляем воды. Количество, да? Еще? Чуть-чуть, да, потому что дальше будет выбиваться уже все. Такая чача пошла. Красивая. Вот это то, что называют водной эмульсией. Вот когда в масло попадает жидкость, вот такая чача получается. Все делаешь? Нет, поехали, грузим. Та же самая четверочка, та же самая нагрузка. То есть мы идем к рабочей нагрузке в двигателе. Ну, условно говоря, мы сейчас привязались к ситуации двигателя. То есть сейчас моделируем ситуацию, когда пробило прокладку, антифриз пошел в этот? В масло двигателя, а мы едем. Нам надо ехать. Все, понял. Плавненько, не спеша. Не спеша, не спеша, не спеша. Какую нагрузку? Давай же тут уже, а вы уже на пятерке стоите, вы даже не заметили, молодой человек, изменений. Вот, вот, вот рука, не заметили. Мы нагрузка больше, нагрузка 5 килограмм, масло с водой. А сейчас мы еще додом насыпем сахар и посмотрим, какое счастье будет. Да, мы сейчас проедем там, ну, минуту, да, условно. Посмотрим опять пятно износа, размер. Оно чуть-чуть должно увеличиться, но это несущественно по сравнению с тем пятном, которое вначале было на чистом масле. То есть мы все усугубляем испытания, усугубляем. То есть наша задача сейчас, мы понимаем, что смазочные, как бы это сказать, свойства у той чачи, что там налито, в реальных условиях оно стало, естественно, намного больше. Меньше нагрузку мы сделали больше, что, в принципе, недостижимо в гражданских ситуациях. Ну, давайте посмотрим. Ё-моё. Ай-яй-яй. Коврик успел. Показывайте мне, товарищи. Да я смотрю на вот этот пластилин, который там... Ну да, честный. Да я не уверен, что оно больше. Я не уверен, что камера передаст, но сказать, что оно больше... А мы в прошлый раз такое делали? Просто у вас было много эмоций, вы это все не усекли. Я вот этой темы не помню. Я взял у вас остатки... Хоть вы говорите кофе, но это не кофе, там какой-то чай был. Нет, это кофе... А, нет там чай. Я говорю, что это кофе. Ну, все, пусть будет чай. Ликвид, жидкость. Смотрите, там видно, да? Достаточно на него с процентом? Я отошел, чтобы мне не обляпало. Ну, в принципе, здесь... Ну, он уже появляется чача, эмульсия. Ну, я количество хорошее добавил в жидкости? Да, нормально. Не, не так, что там, да, что-то пишется в процент. Не-не-не, нормально. Как раз вот уже... Почестен. Вот уже как раз эмульсия пошла. Уже как раз... Поехал. Вот это уже с водой, если что. Ну, так, тоже, вот, полный, туда, тверочка, до шестерочка. То есть, чтобы мы заходили за тот предел. Какой механический спектр? Ну, давайте посмотрим, если изменения были, то вы поймете все сразу. Правильно? Ну, то есть, я понимаю, что сейчас пятно должно стать намного больше, нежели оно было, потому как нет смазки, есть вода. А что вы замолчали? Я смотрю, насколько оно стало больше, я вижу, что оно больше нифига не стало. Я как бы, я не уверен, что камера возьмет. Сейчас, сейчас, не, я как раз на камеру кручу, чтобы было вот это старое пятно, которое мы сбили угол. Для чистоты эксперимента взяли вот это пятно. Я очень уверен, что будет видно на камере, но оно очень небольшое, и оно есть. То есть, ну, после добавления воды нифига не изменилось. Ну, это еще не все. Окей, что еще? Ставим. Я не могу назвать это смазкой, потому что это уже, это уже испорченный смазочный материал, скажем так. Но пятно контакта, по идее, оно должно было стать больше, с учетом того, что здесь смазка утратила свои свойства. Эмульсия, то есть, попадают частицы воды вместо масла, условно говоря, в пятно контакта. Да. Но политрон дает защиту, и эта вода проходит безболезненно, ну, так скажем, не вызывая проблем. Теперь, теперь, как бы, моделирую ситуацию дальше, что с этого может быть. Чуваки, покупаем вот эту хрень, сливаем масло, наливаем воду, оно у вас все равно работает. Я вас, прекратите это вам говорить. Да, то есть, как бы, это я стебанулся, кто-то может действительно поверить, проверить. Да, да, да. И так сделать, такого делать не нужно. А что, может найти какую-то машину, купить, сделать? В принципе, делали это в 90-х годах, есть от производителя, они там издевались над одной из машин, 16-ти клапанной, по-моему. Они там сначала обработали политроном, потом в воде заехали в море, поддон снятый, и прилив закрыл поддон, они завели, выехали. Потом они по песчаному пляжу, а крышка была снята тоже, то есть, ты клапана видел, распредвал, капот снят тоже там, он издевается. То есть, вот эта вот технология, это 90-х годов? До 93-го года она была закрыта. Я этого не знал, честно скажу. Теперь сахар? Ну, очень же мне хочется сахар. Пожалуйста. Как раз там теплый этот напиток. Вот этой штуки еще, по крайней мере, я точно не делал. И сладкой воды не наливали, сейчас. Уже оно выливается. Нифига, я насыплю здесь. Включай, включай, гидростатика потянет. Вкус оно сейчас размешается. Вот сейчас идет процесс, еще салфетки, наверное, дать надо, да? Да, есть, да. Сейчас идет процесс перемешивания. Размешиваем кофе в стаканчике, назовем так. Не, я смотрю, что, в принципе, он уже подрастаял, то есть, кубиков таких нету. Можно пробовать, да? Ну, я вижу, азарт пошел хороший. Не, ну, снова с сахаром, а теперь оно должно застынуть. А, ну, у нас как бы нет такой площади, чтобы оно заклинило, но... А точно сахар что-то плохое делает в машине? Пятно контакта практически не изменилось. Давай сейчас еще сделаем. Что сделаем? Песок будем добавлять или не будем? А можно? Нужно. Песок или грязь? А, вот земелька с растениями. Сейчас, момент. Это наш, не знаю, Жора, не Жора, как его зовут, кстати. Как его назвали? Почти Игорь, хорошо. Блин, сломал. Игорь, прости. Так, вот я здесь видно, да? Вот так сверху надо схвачивать. Не, я показываю, что это земля, какой-то там супец, суглинок или кто как его называет, не понимает. Вот мы включили. То есть это абразив. Чистый абразив. По сути это та пыль дорожная, которая может так или иначе попасть в масло. Жора, мы тебя вернем в кадр. А тут у нас... Блин, мне уже это грязь под ногтями. Пыль у нас угрязывает. Боже, Николай Николаевич, что вы творите? Мы делаем эксперимент. Так, ладно, грязь под ногтями, вычистим потом. Ну, уже все, по-моему, размешался. Пыль в носу и грязь за ушами. То есть сейчас добавляем абразив. Но вы уже почти на шестерке стоите. Вы просто не смешиваете, оно мягче работает. С песком легче работает. Сейчас здесь песок, земля, в общем, всякая хрень. То, что точно не нужно добавлять в масло. Это то, что убивает двигатель. Но вот здесь сейчас идет работа. Я вот так вот почему держу, потому что у меня... Ну, я так фиксирую, и я понимаю, что я приблизительно держу на одной... Ну, это где-то вот как раз 4-5 килограмм, плюс-минус миллиметр. Это есть 4-5 килограмм. Ток практически опять всего-навсего выше на две десятки, чем холостой ход. Две-три десятки. То есть нет этого сопротивления трения. Теперь, я так понимаю, у нас задача посмотреть, насколько абразив сожрал этот ролик. Я вытираю нежно. Я очень надеюсь, что камера будет фиксировать вот эту тему. То, как оно есть вот этот вот... Ну, чисто условно, где-то тут, наверное, чуть-чуть оно стало больше, это пятно. По сравнению с первым разом. То есть первое, оно вообще мизерное было. Я как-то так уж удивился заново. Что еще надо сюда насыпать? Ну, можно алмазную пыль, но у нас пока ее нет. Алмазная пыль, это то, что убивало. А давайте не так сделаем. Я предлагаю по-другому. Заходим сейчас на этой смеси. Я кое-что сделаю. Даем нагрузку. Сколько? Вот ту же самую четверку-пятерку. То есть мы идем к реалии. То, что присутствует, допустим, в двигателе, да? Ну, вот вы уже стоите, пятерка-шестерка где-то там. Вот, аларм. Ситуация аварийная. Закончилось масло. Ага, понял. Ненадолго. Но ненадолго это не значит, что 2 секунды. Это значит, что там 30-50 километров вы можете проехать на сухом двигателе. Без антифриза. Особенно вот те, которые военные. Вот, прикиньте, вам прострелили, не знаю, поддон, пробили поддон. Масло все вытекло. И вот сейчас эффект того, что вы фигачите без масла. Надо уйти с линии огня. Как бы можно пойти в историю на то, сколько это будет. Но уже пошел реально синий дым. Нагрузка не возрастает. А вы знаете, что вы на семерке стоите? Вы больше, чем в 2 раза больше нагрузки. Ну, окей. Не страшно, это не страшно. А ток полтора. Надо понимать, что реально такой нагрузки в двигателе не будет. Хотя... Паленый сахар. Ах, сахаром. Карамель, карамель, карамель. Да, запах карамеля. Теперь уже запах ни карамеля нифига. Повторяюсь, это нагрузка, которой не присутствует. Двигатели нигде, ни в коробке, нету такой нагрузки. Ну, я уже запарился ждать. Хорошо стоим. Хорошо, то есть мы по таймингу можно будет посмотреть, сколько. Блин, оно реально же кипит. Осторожно, горячее, страшно. Вот пятно износа, пятно контакта, оно все равно... Ну, я визуально на глаз, оно... Нет, есть какие-то... Может быть, да. Чудес не бывает. Чуть-чуть, наверное, оно стало больше. Но, опять-таки, это без какой-либо смазки и в нагрузках, которых в реалии нету. Вот есть поверхность, да? Она, в принципе, не сильно убитая, правильно? Да. Задиров мало. Вот у нас обгоревший так же само обойма подшипника. Давай сейчас попробуем стартануть снова. До троечки, до четверочки. Будет клин или нет? Ну, тот, кто механик, тот понимает, о чем речь. Снова заходим на пару... На четверочку там где-то. Ну, вот уже хочет схватиться, да? Один пшик. Как бы передать мои ощущения? Я стою и охреневаю. Я понимаю, что такой нагрузки в жизни не бывает, но... И ситуации таких... Хотя все в жизни бывает, но... Такая степень издевательств над парой трения... А еще есть издевательства? Ну, мы можем на топливе сделать, мы можем на смазке сделать, но я не знаю. Как? Так же само, смотрите, вот есть, пока пусть крутится, есть кондиционер топлива. Для топлива. Ну, вот, допустим, вот это на 360 литров топлива. Бензин, диз топлива, 4-тактные, 2-тактные. Он так же само защищает от трения топливную систему. Он еще вытягивает влагу из бака. Он смазывает форсуночки и так далее. Потом, когда попадает в камеру сгорания, чистит дюзы. Ну, то есть, распыл возвращает. Так же само, весь огневой пояс чистит от нагара постепенно. Даже клапана. Постепенно, а не даром сказал. Это чтобы не было окаленной. Окаленной, чтобы не было и клапан не подвис. И, по сути, оно улучшает сгорание топливной смеси. То есть, если так другим сказать, СО, то есть недогораемость бензина падает на 45-70%. Более полно сгорает бензин. То есть, получается расширение больше. Отсюда мощность больше. У двигателя дизельное топливо меньше черного дыма. Опять же, черный дым характеризует о том, что плохо сгорает дизельное топливо. Ну, и оно компенсирует нестабильное качество топлива. Это актуально сейчас как никогда. Хоть бензина, хоть дизеля. Один миллилитр на литр. И у вас будет счастье. Топливное счастье. Ну, и есть смазка. Пока Николай Николаевич еще терпит. Есть смазочка для подшипников. Вы терпите еще? Да, я просто смотрю. Я улезся и больше сделал нагрузку. Ничего страшного. Вы хорошо сделали. Это смазка для направляющих подшипников. Ну, NLGL-2. Экстра EP-2. Это самые большие нагрузки по стандартам американского. В том классе, так скажем. Так же самая эта смазка относится к воде, к песку, к абразивам. Она позволяет после обработки вот так же примерно работать, как на сейчас. Это уж смазка. То есть, эта смазка, вот она, коричневая, литиевая смазочка. Литол, скажем так. Да, только чуть-чуть не тот литол. Продвинутый. Литол для продвинутых. Да. А, и топливо так же само. Если попадает вода, даже если в топливную систему попадает, ну, так скажем, мелкий мусор, это нейтрализуется. И самое главное, современные системы дизельные, да и бензиновые форсунки могут, не дай бог, видят воздух, да, на сухую. Он дает защиту. Опять дуракоупорность. Нет такое понятие грубое, но фактическое. Пель, вот, то есть это топливо. Ну, а спрей это настолько, чистка, она и для металлообработки улучшает работу, для чистки охотничьего оружия, для цепей, велосипедов, широчек. То есть, где есть металл и трение. Причем металл черный, цветной, в любой паре и так далее. Хорошо. А есть ли использовать это в мотоциклах, где диски сцепления в масляной ванне? Значит, есть у нас в Киеве команда, несколько лет ездит кавасаки, 750 кубиков, 5% добавляется политрона. Спортивная команда. То есть, на 4 литра масла будет еще пол-литра, будет нормально? Не-не, не пол-литра. А почему нет? 5%, не 10%. А почему? 4 литра. Ну, у тебя сцепление должно немножко работать правильно. То есть, там же на трении все основано. Ну, да. То есть, если это 10%, оно может проскальзывать. А если 5%, работает. Я просто рассказал, спортивная команда в Киеве так ездит уже несколько лет. Это так же самое. Ты в вариатор добавляешь 5%, гидротрансформатор, гидроусилитель 5%. То есть, там, где есть гидромомент. Ну, то есть, трение и гидравлика. Где механическая передача, двигатель, механическая коробка, задний мост классический, там, раздатка 10%. Ну, в районе 10%. И вот это все, вот так оно работает. Но политрон позволяет работать даже в том случае, когда попадает определенное количество воды в масло. И все равно мотор работает, не вызывается никаких проблем. И можно потом просто поменять это, слить масло, залить свежее масло и продолжать дальше эксплуатацию двигателя. Также еще очень важным свойством является такой момент, что политрон очень хорошо очищает внутреннюю поверхность двигателя. То есть, самое громкое слово здесь получится, это раскоксование, допустим, колец. Политрон растворяет, не моет, а растворяет отложения в двигателе, в том числе вот этот, ну, кокс, так скажем. То есть, отложения на кольцах, которые их фиксируют, замораживают. Он постепенно растворяет все эти отложения, забирает это все безболезненно в масло. Там образуется гомогенный состав. То есть, свободно эта грязь в очень-очень-очень мелкой фракции циркулирует в масляной системе, не вызывая проблемы ни в фильтрах, ни в каналах там не забивает. Именно, повторюсь, не моет, а растворяет. И в результате этого, когда эксплуатируется двигатель с политроном, кольца постепенно начинают быть эластичными, пружинить. То есть, они более плотно начинают снова прилегать к стенкам цилиндра, возвращается компрессия, возвращается мощность, отсюда все дополнительные плюсы. То есть, здесь чуть-чуть другой механизм по сравнению с теми аналогами, которые предложены на рынке. Я думаю, что вот эту всю тему надо будет оставить. А кому... О, вру, вру, вру. А кто захочет перемотать? А, да, искры. Ну, это уже просто... Николай Николаевич, ты потом увидишь, тебе просто неудобно. Реальные искры. Ну, ты меня сейчас спалишь в стону. Та ну нафиг. Блин, это опять... Весь кайф облома. Ну, короче, это теперь... И только-то видел только? Бум! И опять вернулся. Это теперь досранных веников можно ждать. Но я думаю, что это... Давай я кому-нибудь открою. Я пошел открывать эту. Друзья, сейчас будет пауза, потому что я охреневший от дыма. А вот теперь... А вот теперь... Сейчас, минуточку. Вот теперь после вот этих вот диких... Туртур? Ай, блядь. Как вот это убрать отсюда? Вот тятно приблизительно... О, ушла бумага. А вот теперь я показываю на синем ролике, на тупо перегретом. Я очень надеюсь, что фокусировка будет. Вот теперь приблизительно такое пятно, которое идет на масле без нагрузки. Можно, кстати, рядышком вырезать, вставить, как было, на масле без нагрузки. И после вот таких издевательств, после сахара, после земли, после воды, после отсутствия чего-либо и вот такой дерьмовой смазки... И после минут 5-7 издевательств в сухую. Просто издевательств. Ну, скажем честно. Да, и вот такое вот пятно контакта. Я думаю, делаем паузу. Пьем кофе, потому что пусть проветрится. Уже офигевшая дыма. Ну, реально синего. У меня такого еще синего не было. Это первый раз. Реально синий подшипник. Пишет? Пишет? У меня первый раз вот такой вот синий. Ну, я-то понимаю резервы, но просто таких крепких вот испытателей еще не было. Если вот эта штука будет точно так же работать и в двигателе, то по факту мы получаем меньше теплонагрузку, мы получаем меньше коэффициент трения, что приведет к теоретически к меньшему расходу топлива. Но это не точно, не берите во внимание мои слова. И я точно понимаю, что ресурс двигателя от этой штуки увеличивается. Основная тема была показать, что вот эта тема, ну, в смысле, в принципе, вот этот продукт, он работает. И по-разному издевались, он до сих пор синий ролик остался, это не страшно. Он, в принципе, потом притрется. Короче, принимать это или не принимать, решать вам. Там я для себя сделал выводы, и Олег что-то добавит. Ну, скажем так, я хотел бы, чтобы народ в это поверил. Не то, что поверил, а пользовался. Потому что, в принципе, он уже существует в мире больше 30 лет, и они им пользуются. Просто мне хочется, чтобы мои знакомые, не знакомые, чтобы люди пользовались этим и правильно использовали свои деньги, ресурсы, так скажем. Больше зарабатывали благодаря этому. Как-то это все слишком хорошо звучит, и уже теперь даже мы знаем, что это хорошо выглядит. Но я все подвергаю сомнению. И помните, в начале видео я говорил про то, что Политрон продлевает срок службы вашего оборудования. Так вот, казалось бы, какое нафиг оборудование? Мы-то говорим про автомобили. Так вот, следующий факт от Олега меня добил. Я просто не успел рассказать, где она уже попывала, чего она делала. Вот это? Весь Политрон. Сандора, Пепси, компрессор, работает с этим продуктом. Компрессор, который выдувает ПЭД-продукцию. Бутылочки, 30-ка. Поршнил он, два моих роста. Я с ними познакомился, так вот, в двери посеркал. Примерно, как тебе, там чуть культурнее получилось. Познакомился с инженером, с главным. На следующий день мы договорились, он вызвал главного механика, главного электрика, энергетика, сори, аутсорсинг холодильщика. Он, и они принесли все свои масла, и мы начали вот над этой машинке тестировать. Мы 3,5 часа где-то работали. Олег, нам это интересно. Говорят, как вы хотите? Вот у нас, говорят, такой компрессор, что-то, вот он. Ну, есть, мы чувствуем. Значит, залили этот компрессор, он бельгиец, поршневой, 30-ка, держит давление. То есть, ПЭТ, ну, через ресиверы. Значит, и не залили, там, и рассчитывали, по-моему, 7,5%. Ну, по вязкости выше. То есть, там, подход на бельгийское масло, оно хорошее, однозначно. Что происходит? Вот, начало ковидки, как раз, чугун. И под головкой открывается раковина, и под прокладкой охлаждающая жидкость не на улицу, а в масло. И по закону жанра это происходит вечером. И он в 12 часов работает на вот этой эмульсии в рабочем режиме. Утром, когда они пришли, говорит, мы видим, жидкости нету. И на полу нету. Мы понимаем, все там. Ну, останавливаются, переходят на резервные. Говорит, снимаем крышку головки. Говорит, смотрим, хон на месте. Говорит, лезем вниз. Ну, это что-то быстро рассказывается. Лезем вниз, говорит, вкладыши все на месте. Говорит, мы сняли головку, нашли вот это дело. Поменяли прокладку, промыли, залили опять масло с полиэтроном. По сей день они работают. Ни капиталки, ничего. Говорит, мы четко понимали, что мы уже влетели в капиталку. Когда он мне рассказал, я попросил, он дал референцию на фирменном Pepsi Sandorra Blanque. Синей печатью. На английском, на русском языке у меня есть эта референция. Политрон чем отличается от остальных контор, что у них на сайте есть референции. Шахты, корабли и так далее. И они это опубликуют. В Штатах, если ты опубликовал, ты понимаешь, за что ты отвечаешь. Ну да. А там целый список. Поэтому ваша машинка пусть у нее живет хорошо. Убедил, наливаю. И это еще не все. Политрон используется в таких отраслях, как кораблестроение, ЖД-транспорт, добывающие отрасли на промышленном производстве, в строительстве, в аграрном секторе, в автомобилестроении. И что самое важное, Политрон используется в военном секторе, в военной отрасли. И не только в стрелковой, а абсолютно во всей военной технике. И забегая наперед, вы уже понимаете, что я себе залил Политрон. И я Политрон заливаю в автомобиле, которое мы отдаем парням на ЗСУ. Так вот, есть одна история. Рассказываю. Рассказываю волонтерам Один авто, которые залезли, мне дали этот автомобиль, который подвозит нам боеприпасы, продовольные товары, особо их склады, выкует нас, которые уже не однократно, как вы видите, побывали под ракетными и минометными обстрелами. Он нам спасает жизнь. Рассказываю, спасибо этим парням, разом до перемоги, слава Украине! Героям слава! Не так давно мы выдавали автомобиль парням, которые, ну скажем так, штурмовая бригада, и они в очередной раз поехали на этом автомобиле. Я недели две им звонил, не было с ними связи. Мне нужно было видеоотзыв, который они обещали. Так вот, присылают видеоотзыв, я вижу растрощенный автомобиль, я спрашиваю, пацаны, вообще, что случилось? Говорю, слушай, мы ехали, попали под минометный обстрел. Из 12 человек у нас 9 раненых. И при этом, при всем нам пробил радиатор, вытек антифриз, но мы спокойно доехали, там в районе 14 километров они ехали. При этом поменяли радиатор, залили антифриз, и машина едет дальше. Даже не меняли это масло, которое там залито. Итак, если подытожить, мы понимаем, что один политрон, 12 жизней, машина спокойно приехала без антифриза, без перегрева, без клина двигателя. В таком сучасном тяжкому ритме життя, в котором мы живем, мы чомусь завжди тягнемо какой-то результат. Нам постоянно нужно куда-то бегать. И, друзья, иногда остановитесь и посмотрите по сторонам. Особисто мне пощастило, потому что я пустил политрон в своё життя, а открыл для себя пипец здоровенный продукт ещё. Поэтому, друзья, иногда остановитесь и посмотрите по сторонам. Давайте маленьким дребникам, чтобы они вам что-то показали инше, за окрема работа. На сегодня всё. Ссылки Политрон будут внизу. С вами был Микола Тарануха, Киевкомпанія Динафта. Всім счастливо, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok